До дня крещения Господня остается не так много времени. Традиционно в Абии прорубают ледяные купели и организовывают места обогрева, чтобы любой желающий смог совершить омовение. К слову, подготовка к празднику уже началась. Например, расчистили лед для крещенского городка, хотя пока официальное добро на проведение массовых церковных служб, крестного хода, купаний, власти пока не давали. Ждут решения оперштаба по распространению коронавируса. Правда, в такой духовный праздник многие предпочитают полагаться привычке. Мы вообще не крещеные. Пойдете в этом году на крещение? Да, обязательно, крест со мной. Что-что? На крещение. Господи. Да. И пандемия вас не пугает? Нет, не пугает. Но прислушаться к специалистам стоит. Удар по здоровью в этот раз может быть жестче. Перед решением окунуться в ледяную воду стоит учесть не только заболевания сердца, сосудов, легких, любые хронические болезни, но и вирус. Как медик я могу сказать, что людям, переболевшим ковидом, людям, поставившим прививку или планирующим поставить прививку, лучше просто воздержаться. Это дополнительно к тому, что было ранее. А пока оперативный штаб молчит, Роспотребнадзор края сообщает общие правила для таких народных празднеств, а не следующие. Обязательное ношение защитных масок священнослужителями и посетителями храмов, соблюдение мер социального дистанцирования в помещениях и на территории религиозных организаций, допуск такого количества людей, которое позволит держать социальную дистанцию, соблюдение санитарных мер. В храмах Бийской епархии праздничные службы и мероприятия будут проводиться согласно церковного устава и соблюдением всех санитарных норм. То есть будет соблюден масочный режим, дистанция социальная. Сотрудники храмов, которые будут разливать воду, будут также находиться в средствах индивидуальной защиты, масках, перчатках. А еще подготавливают в местах праздника и омовения пункты обогрева, конечно, с соблюдением санитарных норм, но все-таки в этом вопросе больше уповают на Бога. Все на улице, все, вода лечит, она закаляет человека, иммунитет поднимает, никакой вирус не берет. Это вирусу бояться, надо к нам заходить. Здесь у нас люди закаленные. МЧС со своей стороны причин для непроведения крещения не видит. Толщина льда на алтайских водоемах достаточная. Так, в Барнауле она составляет 40-45 сантиметров. В целом, в этом году в крае планируется сделать 43 купели на открытых водоемах, что немного меньше, чем в прошлых годах. Во избежание провалов под лед нельзя допускать большое количество скоплений людей. На небольшом участке льда зрителей необходимо удерживать на берегу купающихся, допускать купели по очереди, не создавая большое скопление людей. Пару часов назад стало известно, что в Барнауле праздник крещения состоится. Но окунаться на речном вокзале в этом году не получится. Люди смогут только набрать освещенную воду. Кстати, добавим, что 15 января, уже завтра, последний день запрета на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Так что, возможно, дополнительных запретов и не последует. Никита Армаков, Алексей Фризин. День с толком.